Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Это еще что такое? Продолжение следует... Он жил в этом доме на третьем этаже один. Работал в городском дворце спорта. Я хоккей смотрел. В перерыве решил пожевать. Вышел на балкон взять банку с огурцами. А Кирюха на подоконнике сидел. Курил. Это в котором часу было? Перед началом третьего периода. Выходит где-то в половине девят. Дальше что? Как что? Ушел в матч смотреть? Ну да. А кто от хоккей оторвется? А, еще. В третьем периоде со двора послышался крик. Ну я выглянул и смотрел. Тело лежит. Ясно. Ну что тут у нас? У погибшего разбита нижняя губа. А тело на спине лежит. Травма не может быть следствием удара о землю. Ну как это произошло вообще? И зуба напротив нет. Нижнего резца. Подрался он с кем-то. Нет. Рана свежая. А что в квартире происходило? К покойному заходил кто-то? Егор Дмитриевич, разберетесь? Угу. Закрыто, но не на замок, а на защелку. Минутное дело. Скажите, а Сомов вообще общительный был? Гости у него бывали? Постоянно. Вот сегодня кто-то был. Хоккей ребята смотрели, так болели, так что я их за стенкой слышал. Но это правда в начале было. А потом во втором периоде уже тихо. А кто это был? Вы видели? Не видел. Но голоса слышал. Мужские. Через стенку много не расслышишь. Готово. Мастер. Мощновато тут. Выключатель сгорел. Верхнего света нет. Хозяин квартиры выпал из окна гостиной. Оно было открыто. На подоконнике стояла консервная банка, полное пепла и окурков. Внизу табуретка. На журнальном столике остатки нехитрой закуски, пустая бутылка и два стакана. Вино у гостя пили, пальчики снимем. А вот это уже интересно. Похоже на зацепку. Это рабочая сумка. Ее хозяин ремонтирует или телевизор, или какую-нибудь бытовую технику. А еще в сумке лежала записная книжка. Ее содержание подтверждало предположение, сделанное Козыревым. Посмотрите. Так, фотон. Изображение отсутствует, звук есть. Улица Мечникова, 12. Рубин черно-белый, идут полосы. Записывал вызовы, адреса и даты. Я же говорю, телемастер. Ох ты, какая красота. Следов борьбы нет. Так что явно не ограбление. Он на столе, магнитофон практически новый. Так что, если было ограбление, то явно бы забрали. В квартире Сомова было много спортивных сувениров. В серванте лежала видавшая виды хоккейная перчатка. В углу комнаты стояли несколько импортных клюшек. Да тут целая коллекция. А откуда добро? Так он же на ледовом стадионе работал. Ну, тащил домой. Ну, я не согласен. Таких команд в Донецке нет. Я понял, мне кажется, почему у парня зуб выбит и бровь разбита. Сомов в хоккей играл? Ага. Они там перчатки долой практикуют. Чего? Ну, чего-чего. Хоккей – один из самых травмоопасных видов спорта. Повреждения можно было получить как в ходе игры, так и в результате драки. Причем во многих хоккейных лигах потасовки на льду настолько привычное дело, что за участие в них не дисквалифицируют. Перед дракой соперники обязательно сбрасывают перчатки. Драться в них неудобно. В 68-м году была написана песня «Трус не играет в хоккей». После ее премьеры на телевидение стали приходить гневные письма. Зрители, которые не играли в хоккей, но при этом не считали себя трусами, обидели слова песни. Позже, наведя справки о Кирилле Сомове, сыщики узнали о происхождении коллекции хоккейных трофеев. В недавнем прошлом Сомов был женат на москвичке. Четыре года прожил в столице. Работал механиком холодильных установок на домашней арене хоккейного клуба ЦСКА. Во дворец спорта его устроил тесть. Но два года назад в семье Сомова возникла размолвка. Он развелся и вернулся в родной Донецк, в опустевшую квартиру родителей. Криминалист нашел еще одни отпечатки пальцев на кране раковины в ванной комнате. Они не совпадали с теми, что остались в гостиной на стаканах. Здесь был кто-то еще. Второй гость. Любопытно. И вино со всеми он не пил. Значит, возможно, заходило в другое время. Возможно. Игорь Леонидович, день добрый. Ну, что у тебя? Разобрались мы с вашим зубом и сам зуб нашли. Нашли? Где? Погибший его проглотил. Причем, зуб был не в желудке, а в пищеводе. То есть, он лишился его буквально перед самой смертью. Я так и понял. Это не все, да? Сомов вылетел из окна, уже будучи покойником. На затылке остались следы сразу двух ударов. Погибший получил много травм в результате падения. И затылком он хорошо приложился, но не смертельно. Основной удар при встрече с асфальтом пришелся на поясницу. Там даже два позвонка треснули. То есть, Леонидович, ты хочешь сказать, что факты указывают на то, что Кирилла Сомова вначале убили, а потом выбросили из окна, имитируя несчастный случай? Когда наступила смерть? Задолго до того, как он упал на асфальт? Нет. Врачи скорой помощи не обнаружили никаких признаков окоченения. Выбитый зуб, смертельный удар по затылку, удар об асфальт при падении. Между этими событиями временная разница. Минуты. Могли его добить на асфальте? Нет. Там весь подъезд сразу во двор высыпал. При таком количестве свидетелей. Ну, понятно. Понятно. Значит, убили в квартире. Хорошо ты квартиру смотрел. Нечего сказать. Антон Сергеевич, было темно. Выключатель перегорел. Подсветили, чем могли. Понятно. Ладно. Я осмотрю жилье покойного. А ты пока возьми эту записную книжку телемастера и выясни, кто такой. Я думаю, там по адресам можно пробить ближайший дом быта и там спросить. Вот молодец. Давай, действуй. В Кировском районе Донецка из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал Кирилл Сомов. Медики констатировали смерть. При осмотре тела судмедэксперт обратил внимание на то, что у погибшего разбита нижняя губа, хотя тело лежало на спине. Во время происшествия шла трансляция хоккейного матча ЦСКА «Спартак». Так вся страна прильнула к телевизорам. Соседи Сомова слышали, как Кирилл с кем-то еще болел во время первого периода. Но после перерыва в его квартире стало тихо. Экспертиза показала, Кирилла убили и пытались инсценировать несчастный случай. Следователь с криминалистом отправился в квартиру Сомова для детального изучения места убийства. Егор Дмитриевич, посмотри. Дорожку-то сдвинули. Здесь пыли больше и кромка четко видна. Видишь, да? А давай-ка порядочек наведем. Передвидим, как оно было. Возьми стол. Так, взяли. Давай, на диван. Так, так, так. А ну-ка посмотрим. Посмотрим. Что от нас спрятать хотели? У тебя покромки нет? Угу. Так, хорошо. Участок пола, специально прикрытый ковром, внимательно осмотрели. Что это? Кровь? Кровь. Запекшаяся, но еще свежая. Ага. 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 Егор Дмитриевич, как думаешь, вот эта гантеля может быть орудием убийства? Думаете, его ударили этой штукой? Да, думаю. Сомова убили прямо здесь. Преступник протер полы. Но недостаточно тщательно. Брызги крови после удара могли попасть на бебель. Посмотри. Кто это? Любопытно. Он же в разводе. Кириллу на долгую память от Танюши. Декабрь. 1981 года. Декабрь. Что за... Кто разрешил трогать? Ты чего творишь? Да мне надо было. Я подошел, вода стоит. Думал, добилась. Ну, я с... Уйди с глаз моих. И сантехника найди. Срочно. Сантехник устранил причину засора и достал из сливной горловины, покрытую бурыми пятнами футболку с эмблемой общества «Динамо». Криминалист предположил, что футболкой вытирали кровь на полу, и, чтобы избавиться от улики, бросили ее в унитаз. Это доказывало, что Сомова убили. Но как преступник скрылся из многоквартирного дома, никем не замеченный? Следователь предположил, убийца мог уйти через крышу. Дверь на крышу выбили. Вскрывать замок даже и не пытались. Просто выбили дверное палатное сильным ударом. Я так понимаю, дверь все время так открывают. Потом ремонтируют, потом снова выбивают. Лапка на лапке. А, понятно. Родопи. Нам это о чем-то говорит? А точно такую же обнаружили в пепельнице в квартире убитого. Что, думаешь, сбежал убийца в седний подъезд? Тем временем старшему оперуполномоченному удалось установить личность хозяина сумки, забытой в квартире убитого. Того самого телемастера. Его звали Алексеем Ищенко. Его нашли и сняли у него отпечатки пальцев. Наследили вы. Экспертиза показала. Отпечатки пальцев, найденные на стакане в квартире убитого, принадлежат Ищенко. Ну да, я не скрываю. Забегал. Мы с ним хоккей хотели посмотреть. Мы установили, что Сомова выбросили из окна, матч еще не закончился. Так а я только первый период и посмотрел. У него телевизор сломался. Полосы там, снег, все дела. Но я хоть и телемастер, но не разобрался, что к чему. Даже на крышу полез, чтобы антенну проверить. Мало ли что-то. А, так это вы вышибли дверь на крышу? Я. Но она и так на соплях держалась. Ты только толкнул, она и отпала. Ну и? Залез на крышу, проверил. Антенна в порядке. Вернулся ни с чем. Ну мы, естественно, расстроились. И решили в гастроном сходить. На обратном пути Ищенко и Сомов встретили общего знакомого, Олега Терещенко. Здорово, пацаны. Чего в хоккей не смотрим? Привет, Олег. Да телек накрылся. И ты не смог его пощинить? Да представь себе. Ну идемте тогда ко мне, у меня жена уехала. Классная идея. Нет, не хочу. Устал. Да ну ты чего? Ну пошли. Я домой пойду. Танюшке позвоню, в гости приглашу. Слушай, а вину? Обойдусь, забирайте. Ну как знаешь. Хорошо, тогда до встречи. Пошли. Пошли. Подожди. Сумка моя у тебя осталась. На выходных заберу. Хорошо, только перед этим позвони. Договорились. Все, пошли. Пошли. На этом, по словам Алексея Ищенко, они с Сомовым разошлись. И больше он его не видел. Кто такая Танюша? Так девушка его. Татьяна. Мизина, кажется, да. Любовь его школьная. Кирилл как из Москвы вернулся, то сразу ее нашел. Татьяна Мизина. А это не ее фото в серванте стоит? Ее, да. Хорошо. В котором часу вы пришли к этому вашему другу? Тому другому, который Терещенко? Олега Терещенко, о котором говорил подозреваемый, нашли. Он повторил рассказ Ищенко слово в слово. Согласно заключению эксперта, Кирилла Сомова выбросили из окна около половины девятого. В это время телемастер действительно был в другом месте. Пил вино в гостях у приятеля и смотрел третий период важного хоккейного матча. Расследование затормозилось, но ненадолго. Совсем скоро дело получило весьма неожиданный поворот. Да, войдите. Здравствуйте. Добрый день. Я Георгий Щелочев, сосед покойного. Да, да, да. Присаживайся, проходите. Спасибо. Товарищ следователь, я должен вам сообщить, что этой ночью я видел, как из квартиры Сомова кто-то выходил. Щелочев рассказал, не мог уснуть, вышел на кухню водички попить. Проходя мимо входной двери, услышал посторонние звуки на лестничной площадке. Через дверной глазок мужчина увидел незнакомца в капюшоне, уходящего из квартиры Сомова. Лица я не разглядел, но кое-что заприметил. Что? У него мизинец обрубленный вот так. На кой руке? На левой, правой. Он сумку держал, не пустую. Да и еще. Вот накануне вечера во дворе я заметил троих подозрительных чужаков. Вы их раньше не видели? Ну, первый раз видел. Да и не наши. Они однозначно с Кавказа. Вы в этом категорическую уверены? Однозначно. Спасибо, что сообщили. Конечно. Вы очень помогли следствию. Сыщики еще раз приехали в квартиру Кирилла Сомова. Правдин сразу заметил, что коллекция хоккейных сувениров сильно поредела. А еще пропала фотография Татьяны Мизиной. Напрашивалось предположение. Грабитель был знаком с девушкой. У следователя возникли вопросы к Татьяне. К тому же Правдин рассчитывал, что она поможет составить список пропавших вещей. Мизину нашли и пригласили в квартиру Сомова. Давайте пройдем, составим опись пропавших вещей. Я же говорю, я здесь не часто бывала, поэтому я не знаю, что здесь могло пропасть. А все же, может какая-то особо ценная вещь. Татьяна бывала в квартире Сомова не часто. Кирилл любил рассказывать ей о своей коллекции, но девушка хоккеем не интересовалась. Вы знаете, здесь перчатка лежала. Я ее хорошо помню, Кирилл, ей очень гордился, она для него ценная была. А чем она была так ценна? В 74-м году наша сборная с канадцами играла в Москве. А, да, это когда еще суперсерия была, да? Наверное. После игры была драка, а перчатка немножко порвалась. Тесть Кирилла ее поднял, а после подарил Кириллу. Ага. А Кирилл на ней еще написал потом. Да, Рус не играет в хоккей. После говорил всем, что это автограф Александра Мальцева. Того самого нападающего сборной? Возможно. Я ищу что-нибудь. Кроме того, по словам девушки, из квартиры пропало много менее ценных предметов. Вымпелов, фотографий, шайб. А еще, вы знаете, я не могу найти свитер. Какой свитер? Ну, свитер нашей сборной. Что, настоящий? Да, я правда не думаю, что он очень ценный, запасного какого-то. Запасного. А почему вы так решили? На нем был номер 17. Что? 17? Да. Это же Харламова номер. Это не ценная вещь, Татьяна. Она бесценная. Валерий Харламов. Легенда советского хоккея. Основную часть карьеры выступал под 17-м игровым номером. Харламов 8 раз становился чемпионом мира. В 70-х его считали одним из лучших игроков планеты. 27 августа 1981 года вечерние информационные выпуски начались с трагической новости. Валерий Харламов погиб в автокатастрофе. Его жена Ирина не справилась с управлением. На тот момент спортсмену было 33 года. Даже при жизни Харламова среди коллекционеров считалось большой удачей достать игровой свитер, перчатки или клюшку хоккеиста. Ерохин, а ты можешь себе представить, сколько сейчас за свитер Харламова дают? Татьяна, скажите, кто знал, что вещь в доме? Многие. Он полгода назад здесь свой день рождения отмечал. Тогда так разошелся, начал доставать все свои штуки. Потом еще свитер достал, так, чтобы совсем всех сразить. И много было людей? Очень. Я и половину не знала тогда. Скажите, а среди них мужчина без части мизинца был? Почему вы спрашиваете? Неизвестный, без мизинца. Я ночью проник в квартиру и что-то вынес. Кстати, Татьяна, прихватил с собой снимок. Какой? Ваш. Ваш снимок. Он в серванте стоял, а теперь его нет. В моем доме живет Саша Липский. Его знакомый называют еще Горыныч. Он всего на пару лет меня старше. Он еще в детстве лишился пальца. Вы с ним хорошо знакомы? К счастью, нет. Он, как-то сказать, ухаживать за мной пытается, как бы. А я от него бегаю. А чего же? Что с ним не так? Все так, если не считать того, что к 31 году у него уже две ходки. Смотри внимательно. Должен быть здесь где-то. Александр Липский? Я? Не. Вам Шура нужен? Так он еще не освободился. Сейчас позову его. Куда? Стоять! Чего? За что? Далеко собрался. Александра Липского взяли под стражу. Его квартиру обыскали. И нашли там хоккейные сувениры, принадлежавшие Сомову. Перчатку, шайбы, вымпелы и прочую мелочевку. Правда, свитера с номером 17 среди украденных вещей не оказалось. Поначалу Горыныч пытался уйти в отказ. Дескать, сувениры мои. Собирал их многие годы. Припереть подозреваемого к стенке помогла перчатка. Точнее, надпись на ней та самая. Трус не играет в хоккей. Эксперты определили, что сделана она рукой Кирилла Сомова. То есть это была именно та перчатка, которая хранилась в квартире убитого. Ты понимаешь, что отвертеться у тебя не получится? Но есть шанс договориться по-хорошему. Хорошо. Пусть будет по-хорошему. Александр Липский признался, что влез в квартиру Сомова, но заявил, что продать хоть что-либо из украденного не успел. Никакого свитера с 17 номером, по словам Горыныча, он не брал. Значит, не убивал и свитера не брал. А как так получилось, что ты в эту квартиру полез? Откуда знал, что там все эти вещи есть? Начальник. Может, ну его? Это долгая история. А я никуда не тороплюсь. Ты тем более. Договорились по-хорошему. Сотрудничаю. Отвечай на вопрос. До того, как попал в тюрьму, влюбился я в одну барышню. Горыныч действительно долго и усердно добивался расположения Татьяны Мизиной. Когда вышел из тюрьмы, первым делом решил узнать, как у нее обстоят дела на личном фронте. Ну и как-то проследил, что она ходит к какому-то кадру. Ну, а в том доме, где этот мужик живет, мой кореш. Ну, мы с ним на базе ящики таскаем. Как зовут кореша? Серега. Фамилия? Ольшанский. Ну и Серега начал мне рассказывать, что он нормальный мужик, хоккей любит. Вот, недавно из Москвы переехал, ну и с собой взял ценные побрякушки по этой теме. На днях тот же дружок сообщил Горынычу, что с Сомовым приключилась беда. Из окна выпал, разбился. И Танька свободна, эти безделушки бесхозные. Куда планировал пристроить украденные? Ну, а что здесь думать? Это заведующий у нашей пазы, болельщик, тот еще ярый, с большим стажем. Два года назад, когда наши играли с американцами, пролетели. Вот, так он в ярости телевизор разбил, новый, цветной. Да, суровый мужик. Так это он эти хоккейные трофеи скупает, да? Ну, говорят, что в нашем городе он первый коллекционер. Перчатку точно бы забрал, да и остальное тоже. Так, а ты с ним вообще об этом разговаривал? Нет, не успел. Неделю на работе не появляется. Секретарша говорит, заболел. Знаю я Иваныча. Какой заболел? Загулял он, крепко загулял. Больше ничего не знаю, ничего не расскажу. Дежурный! Уведите заключенного. Уверен, что Горыныч свитер не брал? Не исключено. А что думаете по поводу кавказцев, которых сосед убитого видел во дворе? Слишком мало информации. Я думаю, что если они как-то к этому делу причастны, еще всплывут. В Кировском районе Донецка из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал Кирилл Сомов. Медики констатировали смерть. При осмотре тела судмедэксперт обратил внимание на то, что у погибшего разбита нижняя губа, хотя тело лежало на спине. Экспертиза показала, Кирилла убили и пытались инсценировать несчастный случай. Спустя несколько дней в квартиру погибшего проникает неизвестный. Его через дверной глазок увидел сосед. У незнакомца обрубленный мизинец на левой руке. Девушка Сомова, Татьяна Мизина, рассказала. Парень без мизинца – ее настырный ухажер, дважды судимый Александр Липский. Отпечатки пальцев Липского совпали с теми, что нашли в квартире убитого Сомова. Конечно, существовала вероятность, что Горыныч был повинен в обоих преступлениях. Ведь он мог убить Сомова и забрать свитер, а потом пожадничать и вернуться на место преступления, чтобы вынести остальную часть коллекции. Но эта версия не выдержала проверки. В пятницу 9 апреля Липский работал во вторую смену. И в тот момент, когда Сомова выбросили из окна, разгружал бочки с солеными огурцами. Так что тут у него абсолютное алиби. К тому же отпечатки, найденные в ванной убитого, не совпали с пальчиками Липского. А вот личность скупщика хоккейных раритетов заинтересовала следствие. Николай Иванович Ломакин решили расспросить, не предлагал ли ему кто-то свитер с номером 17. Дверь открыла жена Ломакина Елена Борисовна. Здравствуйте. Вам кого? Я хотел поговорить с Николаем по важному делу. Что за дело? У меня есть вещица, которая могла бы его заинтересовать. Опять этот ваш хлам хоккейный? В общем, да. Так это вы мне всю неделю телефон обрываете? Телефон обрываю. Послушайте, я же вам уже сказала, его нет сейчас дома. Он уехал. А когда приедет, он вам сам перезвонит. А. Ну как так? Что-то вы быстро. Да, теперь я знаю, что такое короткий разговор. Никогда не видел такую нервную женщину. Видать, и вправду, товарищ Ломакин за гул ушел. Выставила? Ага. Ну не зря сходил. Оказывается, уже несколько дней кто-то озвонит Николаю Ивановичу домой, желая что-то продать. Ужний свитер с номером 17. Звонки проверить? Да, Толя. Давай узнаем, кто же это так настойчиво донимает бедную женщину. Проверка показала, что начиная со следующего дня после убийства, в квартиру коллекционера регулярно звонили с одного и того же номера. И самое интересное, звонки поступали из квартиры, расположенной в том же доме и в том же подъезде, в котором жил убитый. В этой квартире жил Сергей Ольшанский. Сыщики навели справки и выяснили, что Ольшанский в детстве был трудным ребенком. Занимался боксом, много дрался во дворе с другими ребятами. В возрасте 15 лет попался на квартирной краже. Впрочем, после этого проблем с законом не имел. Ольшанский, у нас такое ощущение, что вы не все рассказали. Не понимаю. Начнем с простого. Что у вас с лицом? Чепуха. На работе ящик нес. На кошку наступил. Грохнулся. Мордой прямо в стеллаж. Мы хотели бы поговорить еще раз. Еще раз? Вы сказали мне, что видели Сомова в открытом окне с сигаретой. Помню, конечно. Вы еще спросили, в котором часу это было. Я сориентировался по хоккею. Между вторым и третьим периодом. Кстати, отличная игра была. Заруба. А как в конце второго периода Бабинов-Кожевникова силовым восстановил? Кто чуть через борт не улетел? Да, красиво. Красиво. Бабинов, он такой. Он может. Да, Бабинов, он такой. Он может. Только не в этот раз. В каком смысле? В том смысле, что этот эпизод я выдумал. Вы точно смотрели весь матч? Я думаю, что часть матча вы пропустили. И скоро мы узнаем, почему. Ребят, давайте. Толь, осмотри спальню. Квартиру Ольшанского очень тщательно обыскали. Но свитера нигде не было. Сыщики уже собирались уйти ни с чем. Но тут следователь обратил внимание на странную деталь. Ребята, а никому не кажется странным, что по всей квартире гусиный пух? Да, я тоже это заметил. Подушка. Козырев, ты подушку хорошо простучал? В квартире Ольшанского подушек было всего две. Большие, пышные. Одну из них, судя по шву, недавно застрочили. Разрезай. Продолжение следует... Вот он, Орлановский. Не хотел я его убивать. Мне нужен был этот чертов свитер. Не сам свитер, а деньги, конечно. Деньги и всем нужны. Сама собой. Но у меня был особый случай. Месяца два назад, после работы, зашел, стаканчик пропустить. Смотрю, два кавказца в карты играют. Ну, я думаю, вспомню былое за работой легких деньжат. А они профессионалы оказались. Ободрали, как липку. Так мало того, отыграться разрешили. В долг. Получилось? Еще бы. Получилось. Так что еще две тысячи должен остался. Денег взять негде. Заработать негде. А долг жить не у кого. Они сроку дали месяц. А сумму до трешки увеличили. Сказали, не отдашь, здоровьем возьмем. Мол, нам проку не будет. А ты науку получишь, если жив останешься. А я смотрю, вас легко напугать, да? Может, и так. Да только я у ребят поспрашивал. В городе, оказывается, этих джигитов много кто знает. Ребята сказали, эти серьезные. А, это интересно. Ну что? Я понял, кстати, где вы решили деньги взять. Ну, давайте дальше. Да, я вспомнил про соседа. И о том, что у него есть свитер Харламова. Самое главное мне было, кому его продать. После первого периода Ольшанский вышел на балкон перекурить и увидел Кирилла, когда он с товарищем выходил из подъезда. После чего Ольшанский легко справился с простеньким замком и проник в квартиру Сомова. он знал, что свитер лежит где-то в шкафу. Я понял, что это Кирилл вернулся. Ну, думаю, если он на кухню пойдет, я тихонько выскочу. Угу. Но Сумов пошел в комнату. Да. Ольшанский рассказал, что хотел Кирилла просто с ног сбить и убежать. Думал, в темноте он все равно его не увидит. Но с перепугу не рассчитал и ударил Сомова слишком сильно. А бить то немногое, что он умел хорошо. Разряд по боксу первый взрослый. Я не знал, что делать. Потом понял, все ж какие смотрят. Во дворе никого. Выброшу тело в окно, никто не увидит. Подумают, случайно выпал. Это еще что-то такое. Хуже всего, что все это оказалось зря. Угу. Покупатель исчез, и свитер вы не успели продать. Не успел. Пришлось побегать. Впрочем, как видите, все равно зря. Вчера подловили меня. Вы этих кавказцев хорошо знаете? В том-то и дело, что нет. Приехали откуда-то из Кавказа. На гастроли. Вчера подловили меня. У подъезда караулили? Ага. Сначала отметили ли? Потом еще недели дали. Возможность вернуть карточный долг у Сергея Ольшанского появилась не скоро. Суд усмотрел в действиях преступника массу отягчающих обстоятельств. Это и корыстный мотив преступления, и попытка скрыть его, имитировав несчастный случай. Ольшанского приговорили к 14 годам лишения свободы. Этот срок он отбыл от звонка до звонка. В 2013 году открылся музей Валерия Харламова. В экспозиции особое место занял игровой свитер хоккеиста. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Лёха. 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 Лёха, Лёха, старичок, что с тобой? Очнись. Лёха. О, Господи. Да что же это такое? Алевтина Петровна, скорую, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Лёха, Лёха, Лёха. Это событие вначале выглядело как несчастный случай. В то утро учитель физкультуры Александр Смирнов, как обычно, пришёл к первому уроку. На полу под сломанным турником лежал его товарищ Алексей Березняков. Прибывшие сотрудники скорой помощи ничем помочь уже не смогли. Врач констатировал смерть. На место выехала милиция. Значит, вы первого обнаружили тело? Да. А откуда у погибшего ключи от спортзала? Я ему их дал. Лёха, мой приятель, мы вместе по утрам тренировались, попросил, постоянно ходили. Крепления совсем разболтаны. В том-то и дело, что я сам вчера тренировался, и всё было нормально. Где же нормально? Всем здрасте. Что у нас здесь? Ну, преступная халатность уже есть. Так, может, и до убийства. Информация о том, что смерть Березнякова была подстроена, уже прошла по райотделу. Разбираться поручили следователю городской прокуратуры Валентине Ивановне Гончаровой. Смерть наступила приблизительно два часа назад. Перелом шейных позвонков. На спортивном снаряде обнаружены следы крови, впрочем, как и на маке. Обнаружен нож. Но самое интересное, что на трупе коло-то резатых ран нет. Откуда кровь, непонятно. Стэлла, что скажете? На ноже хорошо видны отпечатки пальцев. Есть кровавые следы на турнике. И еще обнаружены фрагменты брючной ткани. Крепления турника раскручены. И как-то очень одновременно. О! Ключики завалились. Похоже, от квартиры. Он, правда, мог там лежать сколько угодно, но... Проверим. А вы... Учитель физкультуры. Что у вас с рукой? А, да то. Хлеб резал. Понятно. Акты осмотра спортивных снарядов, журнал техники безопасности и все такое. Все у директора. Я следил и, собственно, ручно подтягивал. Тихоненко проверит раздевалку, а мы с Юрия Зиновичем на улице под окном. Собственно, ручно. У следователя Гончаровой складывалось устойчивое ощущение, что на месте трагедии слишком много всякого рода улик. Обрывок одежды, кровь на турнике, ключи, следы. Ее опыт подсказывал. Когда вещдоков много, простого раскрытия не жди. В том, что произошло, просматривался злой умысел. Но зацепиться пока было не за что. В такой ситуации самое простое решение – обвинить учителя и администрацию в нарушении техники безопасности. Здравствуйте. Я директор Дзеченко Николай Федорович. Следователь Гончарова. Я уже все знаю. Объясни мне, как этот совершенно посторонний человек тренировался в нашем спортзале? Это я его. Гончарова почувствовала. Директор школы – тертый калач. Постарается ответственность от себя отвести. Раньше были проблемы с неисправностью спортивного инвентаря? Были ли травмы среди школьников? Я 23 года в школе. Такое ЧП впервые. Объясни, как этот совершенно посторонний человек здесь оказался? Он не посторонний. Он мой друг. Был. А вообще, каждое утро мы с ним по три километра до первого урока бегали, а после тренировки в спортзал и на турнике... А сегодня из-за пореза я не пришел. Дал ему ключи. Я ему доверял. Товарищ следователь, вы и все слышали. Я здесь совершенно ни при чем. Вам не тяжело? Может, помочь? Спасибо. Не надо. Юрий Зинович, смотрите следы от кедов. Еще и подошва отреснута. Неудачно приземлился. 37 размер. А тут у нас что? Ключ. Маркировка ТТ. Так водители на автобазах свои ключи маркируют. Странно. Тут след на подоконнике от кедов. Через окно ушел. Да мы уже знаем. ТТ. Что же это может значить? Может, трамвай-троллейбус? Это физрука, скорее всего. Он же турники подтягивает. Хорошо. Проверим. Это точно не из вашего набора? Точно. Все мои в столе можете проверить. Проверь. Опа. Что это у нас такое интересненькое? Что это? Порнография. Вы же комсомолец. Педагог. Послушайте, это все не мое, я не знаю, откуда это. Вчера вечером ящик открывали? Ну да, открывал. А у погибшего были ключи от вашего кабинета? Нет, только от зала. Значит, получается, что... Послушайте, мне это все подбросили. Турник технически неисправен. Порнографию вам подбросили. Не слишком ли много совпадений на сегодня? Много. Но поймите, что это не мое. Оно мне не надо, я вообще не понимаю. У меня есть невеста, и я не мог этого сделать. Никоняк. Да. Давай двух понятых. Будем изымать это произведение искусству. Понимаете, что значит порнография в школе? Я вам обещаю, я лично сам во всем разберусь и накажу виновных. Ну, понимаете, парень, мол... Рындин, что там у тебя? Ничего. Давай сюда. Что? Что это такое? Где взял? Физрук дал? Да, отпустите. Рындин, быстро ко мне в кабинет. Давай. Рындин, быстро ко мне в кабинет. Рындин седьмого размера идентифицировать вообще было практически невозможно. Половина учеников носили кеды такого размера. В школу вызвали ушедшего после ночной смены сторожа Николая Дмитриевича Божечко. ЧП в Николаевской средней школе. На полу под сломанным турником учитель физкультуры Александр Смирнов обнаружил мертвым своего товарища. Смерть наступила в результате перелома шейных позвонков. Кто-то раскрутил крепление турника, и Алексей Березняков сорвался во время выполнения упражнения. На месте гибели парня обнаружены нож, обрывок одежды, ключи. На спортивном снаряде и матах имеются следы крови, хотя открытых ран на теле нет. Под окнами раздевалки найден отпечаток подошвы спортивного кеда 37-го размера. Подошва треснута. Гибель молодого человека кем-то подстроена. Николай Дмитриевич, из школы вы сколько ушли? Сторож Божечко рассказал, что по правилам он должен покидать школу в 7 утра, но уходит обычно чуть раньше. А у меня частный дом, гуси. Получалось, сторож не видел, кто утром заходил в спортзал. Но при мне никто, что я сидел возле двери и сторожил, потому что... Ночью сторож, как обычно, делал обход. Когда подошел к спортзалу, то услышал из-за двери странные звуки. Ты что, надумал, сорванец, а? А чего же докладную не написали? Ну так район у нас, маслиная горка, шпана кругом. Ну я только, если буду писать, так этим только и буду заниматься. Вот столько бумаги испишу. А кроме того, ну хлопцы пришли, потянулись. Ну в чем криминал? Ну не понимаю. Не район, а курятник. Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Уже всем все разнесли. Уже все знают, что человек погиб. Что физрука уже в кузовскую замерил. А директор, директор-то нервничает. Дмитрий Зеленович, а директор где? Директор у себя. Со следователем беседует. А вы кто? А вы? Майор Рувинский. Старший оперуполномоченный. Понятно. А я к директору. Тут говорят такое. Я работал тут раньше. Да, работал. В прошлом раньше работал учителем. Дети его просто обожали. Да ладно, Митрич. Не, ну при нем в спортзале всегда порядок был. Ну не то, что при этом молодому. Так вы бывший учитель физкультуры? Ну да. Скажите, а снаряды в спортзале старые? Да лет 20. Ну, волейбольную сетку, да по мелочам недавно покупали. А турник? Ну, а остальное основное оборудование лет 50. Да что ему станется? Подкрутил, да и ладно. А правду говорят, что тут... Да, человек погиб. Погиб человек. Это ж как надо крутиться. Гимнаст. Выясняем. Садись, Рендин. Ну, мы тебя слушаем. Внимательно. Я это не уф из рука бабу голую, это... Рендин! Ну, то есть как, я у одного пацана на марке «Космос» выменял их. В 1978 году стартовала программа полетов международных экипажей на космических кораблях «Союз». В экипаж входили советские капитаны корабля и космонавты-исследователи из социалистических стран. Первый экипаж Алексей Губарев и чех Владислав Ремек провел на орбитальной станции «Союз-6» неделю. Позже в программе принимали участие космонавты из 14 стран. Почта СССР выпустила наборы марок, посвященные международным полетам в космос. Филателия была повальным увлечением мальчишек, и марки на космическую тематику вызывали у них особый интерес. Марки, значит. А зачем соврал, что учитель дал? Старшеклассник Рындин рассказал, что как-то физрука застал его, когда он бил ногами баскетбольный мяч. Предупреждал? Дай больно. Не имеете права. Ты еще о правах заговорил? Ну тогда расскажешь о них завтра директору, когда с родителями придешь. Не надо директора, пожалуйста. Не надо родителей. Все, я это сто раз слышал. Давай, до завтра. На. Я его как человека просил. А он родителей в школу. А они меня лупят. И я подумал, что если его посадят, то бате можно ничего не говорить. Не вызывайте их, пожалуйста. Они меня убьют. Добрый день. Чем порадуете Стелла Михайловна? Отпечаток пальца на турнике и отпечатки пальцев на фотографиях с порнографией идентичны. Но это пальчики не Смирнова. Есть еще отпечаток на ноже, но он отличается. И тоже не Смирнова. Подозреваемых все меньше, а загадок все больше. И еще. На гаечном ключе и открученных гайках есть частицы желтой и красной красок. Турник раскрутили этим ключом. Ну, это хоть что-то. Это ничего не что-то. Ключи таки никто и не опознал. Вот еще что. Я думаю, что преступник сильно повредил ногу. Почему ногу? Ну, так брюки порвал, по ткани ясно. Так что ищите с поврежденной ногой, с третьей отрицательной. Третья отрицательная. Нечастое. Всех проверят целой жизни, не хватит. Ну, тогда последняя ниточка, ключи от квартиры. Это не ниточка. Они могли давно там валяться. Хотела помочь. Ну, вижу, вы не в настроении. Стелла, не принимай на свой счет. Хорошо. Так что, если вопросов больше нет, я к себе. А если все-таки преступник обронил эти ключи? Ему же потребуется дубликат? Надо бы обойти все мастерские. А? Валентина Ивановна. Надежды мало, но обойди. А я тогда материю убитого. Нужно покопаться в прошлом. Может, что-то выплывет. Может быть, чаю? Нет, спасибо, Антонина Сергеевна. Я понимаю, что вам тяжело, но это очень важно. Расскажите мне о вашем сыне. Да что ж рассказать. Леушенко, я его сама растила. Отец умер, когда ему семь лет было. А вот теперь они встретились. Там. Отец его очень любил. Как вы думаете, встретились? Я не верующая, извините. Понимаю. Вам не положено. Так о сыне. Он у меня золотой. Был. Послушный. Учился хорошо. И спортом занимался. Потом, как в армии это случилось, как будто подменили. А что в армии случилось? Таким уже два года дизбата дали. Дизбата? Скажите, а за что попал в дизбат? Так вот именно, что ни за что. Он за девушку заступился. Был в увольнении. А сослуживец начал к ней приставать. А мой Лешенька, он как врезал. Челюсть сломал. А его за это посадили. Четыре года армии вместо двух. Ну как же ж так? А потом, когда вернулся, чужой остался совсем. Грубой такой. Мам. Мама. Что, сынок? Мою синюю футболку не видела? Так я ее постирала. Зачем? Я тебя просил? Ну темные вещи замочила. Ее вместе. Пустова. Уйди. Леш, ну я как лучше хотела. Не сердись. У вашего сына были враги? Или ему кто-то угрожал? У Лешеньки? Да что вы! Нет, ну может подозрительные знакомые. Да не знаю. Ну вот разве что парень заходил. Лицо такое со шрамом. Мне бы Леху. Так его нету дома. А где его можно найти? Наверное в школе в 12-е. Он там каждое утро перед работой тренируется. Может что-то передать ему? Привет от сослуживца. А можно посмотреть армейские фотографии? Да, сейчас. Вот альбом дембельский. Лешенька. Ой. А вот это парень, который приходил. Только здесь он без шрама. Разрешите взять эту фотографию? Берите раз нужно. Вот, еще вспомнила. Может важно. Леша, перед смертью он с девушкой своей расстался. А причину не знаете? Говорил, что она гулящая, что не пара ему. А где работает адрес, фамилия, имя? Я напишу. Она работает билетершей в городском парке аттракционов. А зовут ее Марина Кузева. Парень со шрамом, о котором рассказывала мать Березнякова, мог быть тем самым пострадавшим, кому Алексей сломал челюсть. Чтобы установить личность парня, следователь Гончарова через военкомат связалась с частью, в которой служил погибший. В это время оперативник Тихоненко обошел все четыре николаевские мастерские по изготовлению ключей. Только в одной ему не удалось встретиться с мастером, он был на больничном. Все остальные ключи спортзала не узнали. Этот Березняков – пятно на всю воинскую часть. Их несколько человек оставили служить в Одесском округе. Такая честь. А он – систематическое нарушение воинского устава, драки, фактор распития спиртных напитков. В гости к Алексею Березнякову приходил действительно тот, кто в свое время пострадал от его кулаков. Его звали Анатолий Куценко. Скажите, куда демобилизовался Куценко? Точнее сказать, комиссовался. Сложный перелом челюсти. Три операции. Отбыл город Вознесенск Николаевской области. Земляки. Вот результаты экспертизы. Пальчики на ныже – это отпечатки Куценко. Да. Следователь связалась с коллегами в Вознесенске. Те разыскали Куценко и привезли его на допрос в Николаев. Гражданин Куценко, где вы были 11 апреля этого года, между 5 и 6 часами утра? Ну, если я здесь, значит, вы сами все знаете. Это вы убили Алексея Березнякова? К сожалению, нет. Хотя он этого заслуживал. Мразь. Я из-за него теперь спать не могу, есть нормально не могу. А этот... Я на днях приехал сюда, в Николаев, увидел его случайно. Куценко приехал в Николаев на очередной прием к врачу. После процедур пошел прогуляться по парку и там случайно увидел Березнякова, здорового, в прекрасной физической форме. Меня прям накрыло. Весь он такой здоровый, девушка у него красивая. Я понял, что пока не отомщу и не успокоюсь. Отомстили? И не убивал я его, и не собирался. Просто я хотел в челюсть дать, чтобы тоже знал, как это. И поэтому прихватили нож. Нож я взял исключительно для самообороны. Он парень психованный, мало ли что. Ну, допустим, а дальше? А дальше что? Я захожу в спортзал, а там труп его лежит. Я испугался, выронил нож и убежал. Убежал. Экспертиза показала, что порезов на теле покойного Березнякова нет. Отпечатков пальцев Куценко на месте преступления не было. Только на ноже. Кровь, найденная на турнике, по группе не соответствовала крови Куценко. Похоже, ночью и ранним утром кто-то еще заходил в спортзал. Недавняя размолвка между Березняковым и его девушкой Мариной Кузевой могла дать новую нить к расследованию. Оперативник Рувинский отправился в городской парк аттракционов, где работала Марина и ее дедушка Тимофей. Закрыты мы еще. Парк пока не работает. А я не на каруселях сюда кататься пришел. Мне нужно поговорить с Мариной Кузевой. Я Кузева. Вы, наверное, по поводу Алексея? Да, мы можем пройтись? Да, конечно. У вас были серьезные конфликты с Алексеем? Ну, как сказать. До его службы в армии все было хорошо. А вы знали, что он отбывал наказание в дисциплинарном батальоне? Знала. Только он писал, что его осудили несправедливо, что любит, что по приезду сразу же сыграем свадьбу. Я ждала его четыре года вместо двух. А Леша вернулся совершенно другим человеком. Наглым, жестоким, бессовестным. Про свадьбу даже не заикался. Постоянно требовал интимных отношений. И я решила порвать с ним. Марина рассказала, недавно Алексей пришел к ней домой пьяный. Леш, может, тебе уже хватит? Леша. Леш, ты чего? Иди ко мне. Леша. Леша, перестань, сейчас дедушка придет. Ты что творишь, гад? Безидеть, старый. Пожалеешь? Шлава. Вали отсюда. Чтоб я тебя больше здесь не видел. В общем, если бы не дедушка и брат. Ну, а дальше? Ничего. Уходил, ругался, грозился убить. Пьяный был, что с него взять? Когда это было? За пару дней до того, как я узнала, что он погиб. Ладно. Мне еще с Тимофеем Трофимовичем нужно поговорить. Эх, старый совсем встал. Иначе б этого изверга в бараний рог скрутил. А это чьи? Внука, Илюхи. Позавчера поздно вечером пришел весь грязный. Где он сейчас? Да с дружками где-то бегает. Пойдемте, поищем вашего внука. Кстати, ребят, короче, мне дедушка подарил Марку. По дороге в школу оперативник рассказал Тимофею Кузеву, что Илья подозревается в убийстве Березнякова. У следствия достаточно улик против подростка. Оперативник доставил подростка в кабинет следователя. Эксперт сразу взяла обувь, найденную в коморке Тимофея Трофимовича, на экспертизу. Результаты были готовы через час. Илью допросили. Вот результаты экспертизы. Следы твоих кедов и следы на подоконнике в раздевалке совпадают. Так это тебя сторож видел в ночь накануне убийства. Устроя мощную ставку, опознает. Так что... Давай, рассказывай, Холера, как дело было. Нас всех под статью подведешь. Так что он коморинке, но она боялась на улицу выйти из-за него, он же гад. Откуда узнал, что Березняков по утрам занимается в спортзале? Я их увидел. Случайно. Я за ним зашел, он там со своим другом физруком солнышко на турнике делали. Турник раскрутить сам придумал или кто подсказал? Кто-то из ребят сказал, что незакрепленный турник может ввалиться, и он сломает тебе шею. Так ты решил отомстить за сестру? Или деда своего подставить, когда украл ключ с инсиалами? Я не хотел деда подставлять. Я вообще ничего не успела сделать. Ты что надумал, сорванец, а? Я через окно и сбежал. А где гаечный ключ, не помню. Этот? Это ваш ключ? Да, это мой ключ. Я раньше на автобазе работал, ключи метил, чтобы не затерялись среди чужих. Конечно, Илья Кузев мог и соврать. Как определить, раскрутил он турник или нет до того, как его обнаружил сторож? Но следственный эксперимент показал, он бы справился с этой работой не меньше, чем за час, а этого времени у него не было. Следователь решила проверить алиби деда и внучки. Слишком мал был Илья для того, чтобы все так придумать и выполнить. Оказалось, у Тимофея Трофимовича в ночь, когда было совершено преступление, повысилось давление. Марина вызвала скорую помощь и затем всю ночь дежурила у постели деда. Следствие зашло в тупик. Но неожиданно позвонили из мастерской по изготовлению ключей. Единственный мастер, которого не опросил Тихоненко, вышел с больничного и был готов встретиться с оперативником. ЧП в Николаевской средней школе. На полу под сломанным турником учитель физкультуры Александр Смирнов обнаружил мертвым своего товарища. Смерть наступила в результате перелома шейных позвонков. Кто-то раскрутил крепление турника, и Алексей Березняков сорвался во время выполнения упражнения. На месте гибели парня обнаружен нож, обрывок одежды, ключи. На спортивном снаряде и матах имеются следы крови. Хотя открытых ран на теле нет. Под окнами раздевалки найден отпечаток подошвы спортивного кеда 37-го размера. Подошва треснута. Березняков не так давно вернулся из армии. Два года ему пришлось пробыть в дисбате, поэтому служба в армии растянулась на 4 года. Близкие говорят, что поведение Алексея по возвращению сильно изменилось. Он стал резким, грубым, агрессивным. Незадолго до своей смерти пьяный Березняков завалился домой к своей девушке Марине, вел себя нагло. Все это происходило на глазах ее родных. Как оказалось, кеды с треснутой подошвой принадлежат Илье Кузеву, младшему брату Марины. Я прошу, хоть ненадолго, а боли моя, ты покинь меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что позвонили. А как же ж, если сама милиция приходила, обязан, а что случилось? Скажите, вам кто-нибудь заказывал подобные ключи? А ну-ка. Да, заказывали. Это в тот день, когда меня скрутило. Я ей заказ отдал и домой пошел. Ей? Это была женщина? Ну да, болтала много. А что болтала? Там мужа все ругала, что растяпок ключ потерял, полдня под дверью просидел. Одни хлопоты. А в чем дело? Что-нибудь еще говорила? Да все болтала, болтала. А мне и так плохо. От этого голова еще больше болеть начала. Болтала, что пока муж в школе работал, все хорошо было. А только его с работы уволили, что с катушек слетел. В школе? Кем? К учителям вроде бы. Из культуры? Не помню. Спасибо, товарищи. Вы нам очень помогли. Так за всех дашь. Грусть моя, ты покинь меня. Как только следователь услышал рассказ оперативника об учителе, то сразу поехала в школу, чтобы встретиться с директором. Что вы скажете о Яковлеве? Хороший был учитель, дети его любили. Он у нас 20 лет отработал. Правда, в последнее время авторитет свой растерял. Пришлось уволить по-собственному. Почему? Выпивать стал. То с похмелья придет, то опоздает. Пару раз было, выпивший на уроки приходил. Как я его не воспитывал, ничего не помогало. И тогда я ему сказал, мол, Петрович, я тебя уважаю, но по твоим правилам не будет. Ищи себе. Ну, вроде бы он что-то нашел. А так он мужик хороший, идейный. Если в поход или добровольная сдача крови, он первый. Группу крови и резус-фактор определяли в армии, в больнице перед операцией, в роддоме. Но большинство относилось к этой информации пренебрежительно. Люди часто забывали или путали свою группу крови. Доноры, пожалуй, единственная категория граждан, которые точно знали показатели своей крови. Кровь движется по замкнутому кругу, через сотни магистралей, миллиарды протоков и ручейков, общей длиной не менее 100 тысяч километров. Есть подтвержденные данные, что люди, постоянно сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет дольше. Доноры легче переносят кровопотерю при несчастных случаях и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. На запрос пришел ответ из военкомата. У Дмитрия Яковлева действительно была третья группа крови, резус отрицательный. Домашний адрес Яковлева установили через паспортный стол. Оперативная группа сразу же выехала на задержание. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. А где ваш муж? Нет его. А что случилось? Вы знали, что в школе, где ваш муж работал, человека убили? Да, я слышала. Ужас. А потому что нет порядка. А потому что Диму уволили. Несправедливо, я так считаю. Там и физик был, и историчка. А его уволили. Ну он же под забором не валялся. Это брюки вашего мужа? Его. Где-то порвал. Вот сижу, зашиваю. А где он сейчас может быть? Знаете? Ну, давно должен быть дома. Разве что в гараж зашел. У нас там Запорожец. Он все время с ним возится. Адрес гаража знаете? Да. Шестая поперечная. Там гаражный кооператив. Пятьдесят шестой гараж. Пошли. Да что он натворил-то? Давай. Давай. Вот так вот, Михалыч. Подсидела меня молодежь. Понимаешь? Ну, куда я теперь? Э, мужики, вам что? Я машину не продаю. Яковлев, вы задержаны по подозрению в убийстве. О. По подозрению в убийстве. Пройдемте с нами. Ну что, надо? Да. Михалыч, ты это, сворачивать нечего-то. Стоять! Да не убивал я его. Дмитрий Петрович, облегчите душу. Против вас улики, свидетельские показания. Да чего уж там. Нечего скрывать. Все скажу. Спрашивать. В ночь на 11 апреля этого года вы были в спортзале школы номер 12? Да этой школе жизнь отдал. Как городские соревнования, так у нас обязательно призовые места. Вон, на областных-то, вон, недавно первые места по легкой атлетике. Неоднократно. А меня как собаку под зад коленкой. А кого взяли? Зелень вот эту? Вы раскрутили крепление турника, что привело к смерти Алексея Березнякова. Да не хотел я никого убивать. А Березнякова этого, да не знал я его толком. Что тогда? Смирнова хотел проучить. Издевался надо мной. Опять вы? Ну и чего вам? Блокнот в тумбочке забыл. Заберу. Вы, по-моему, все, что надо, уже забрали. Совсем мозги пропил. Пропил? А все из-за тебя, сученыш. Приперся на мое место. А я, между прочим, всю жизнь школе отдал. Всю жизнь! И что? И что? Какой из тебя учитель физкультуры? Ты же десяти метров не пробежишь, загнешься. Меня дети любят. Кого? Тебя? Да, меня. Старого неудачника. Слушай, лучше иди проспись. Давай, 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 давай. Говорит, настоящий учитель физкультуры должен уметь солнышко крутить. Да я по молодости и склепку делал. И подъем переворотом, пока голова не закружится. А он мне сейчас пьяница. Вот я и решил ему помочь сальто сделать. А порнографию тоже вы подбросили? Ну, а что там на базаре купил-то? Стол положил. Проверять будут? Найду. Где вы взяли ключи от спортзала? Это не первый год в школе работаю. У меня дубликаты есть и от спортзала, и от особок. Твой болезненький. И от неприятностей молодому учителю физкультуры. Зараза, собака. Не хотел, чтобы кто-то убился. Даже ключ не стал прятать. А в школу утром зачем пришли? Жутко стало. Как услышал, что человек погиб. До конца не верил. Думал, что врут. Адвокат не смог на суде доказать, что убийство произошло по неосторожности. Суд приговорил Дмитрия Яковлева к 9 годам лишения свободы. Через 3 года он умер в заключении от цирроза печени. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Пошли гулять, моя хорошая. Моя девочка. Сейчас. Я ненадолго. Минут на 15. Не забудь духовку выключить. Скотина. Сейчас, моя девочка. Сейчас, сейчас. Ой. Сейчас гулять пойдем. Триша, ко мне. Триша. Зинаида Петровна, у вас дверь открыта. Триша, ко мне. А-а-а-а! 15 апреля 1983 года в Запорожье в квартире пенсионерки Косинчук обнаружили труп молодой девушки. Самой хозяйки дома не оказалось. При этом многое указывало на то, что в доме побывали грабители. Открытые ящики стола и дверцы серванта. Их содержимое было разбросано на полу. В то время в городе орудовала банда, которая грабила квартиры зажиточных граждан. Выносили все. Деньги, украшения, бытовую технику. После себя оставляли на месте преступления вот это. Обертки от конфет Барбарис. По-видимому, кто-то из бандитов был любителем сладкого. Однако, впервые ограбление сопровождалось убийством. В обстоятельствах дела поручили разобраться следователю запорожской прокуратуры Дмитрию Терещенко. Ну что там? Ударили по голове чем-то тяжелым. Приблизительно часа три назад. Осмелели наши старые друзья. Телевизор на месте. Проигрыватель на месте. Тоже. Скорее всего, убитая стала случайной свидетельницей кражи. Вот и пришлось ее устранить. Поэтому жадные к любой ценной вещи преступники на этот раз вынесли по минимуму. А личность девушки установили? Пока нет. Документов при ней не обнаружены. Лица соседка не видела. Труп лицом вниз. Ого! Дефицит! 25 рублей просили перед 8 марта. Ну что там? Что там? Альбана и Рамина Павар. Ого! В начале 80-х в СССР особой популярностью пользуется итальянская музыка. Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Пупо. Особую симпатию публики завоевал дуэт Альбана и Рамины Пауэр. В 1982 году пара заняла второе место на фестивале в Сан-Ремо с песней «Филичита». В Союзе эта мелодия звучит повсюду. Доносится из окон квартир. Под нее танцуют на свадьбах и дискотеках. Дмитрий Сергеевич, я тут нашел хозяина пластинок. Проходите. Добрый день, гражданка Косинчук. Ой. А вы? Я ее племянник. Молодой человек представился Игорем Скляревским. Сказал, что его тетя уехала в Ленинград. Игорь, а тут что-нибудь стояло? Может, статуэтка? Ну, там стояли любимые часы тети. А что вообще случилось? Здесь убили молодую девушку. Вы знаете, кто это? Да, платье знакомое. А имя знаете? Оксана. Она жила этажом выше. Ну, и работала там же, где и я. А поподробнее? Племянник хозяйки рассказал, что вместе с Оксаной они работали в ресторане «Россия». Игорь – профессиональный музыкант, композитор. Оксана – вокалистка. Игорь, я так понимаю, Оксана увидела, что квартира вашей тети была открыта. Зашла, и ее убили. Кто? Кто? Кто убил? Она застала их на горячем. А их поймали? Нет. Но вы и ваша тетя можете с этим помочь. Как? Следователь попросил Скляревского осмотреть квартиру, понять, что пропало. Часы. Паша. Там, они дорогие какие-то. Там еще была гравировка Михаила Петровича на долгую память. Ну, что-то такое. Хорошо. Осматривайтесь. Нам надо составить полный список. Если что-нибудь из украденного всплывет, мы возьмем убийцу. К вечеру этого же дня дежурный наряд милиции задержал некого Петра Пенькова, местного пьяницу. Правоохранителям он был хорошо знаком. В этот раз он напал на директора антикварного магазина. При задержании у него нашли вот эти часы марки «Молния» с дарственной надписью Михаилу Павловичу на долгую память от коллектива «Днепрогэс». Именно такие часы по свидетельству Игоря Скляревского вынесли из квартиры его тети. Утром задержанного доставили в кабинет следователя Терещенко. «Слышь, начальник, водички налей, трубы горят, ну, сам понимаешь. А может тебе что, покрепче Пеньков? А что, можно покрепче, там, портвейн, коньяк там. А ну, ровно сядь. Я тебя еще налью. Давай говори, где часы достал. Слышь, Меллик, а с каких это пор прокуратура стала бухариками интересоваться? Сообразительный ты, Пеньков. За часами этими жизнь человеческая. Так что говори, если не хочешь за труп отвечать. А я что? Я ничего. Выпей и успокойся. Будешь? Не. Это для мамзелей. Значит так, дело было так. Пеньков рассказал, что накануне искал укромное место, чтобы спокойно выпить. Пристроился во дворе заброшенного дома. Только сделал пару глотков, как заметил, что-то блестящее. Подошел ближе, наклонился, оказалось часы. Я, значит, это самое, сразу сообразил. Вещь ценная, это самое, дорогая, это самое. Ну, я и пошел к этому, это самое, барыге этому. А он, скотина, это самое, говорит, только 10 рублей даст. Ну, это самое, тут драка, милиция, обезьянник, прокуратура. Слушаю. Товарищ следователь. Пескун, ты? Очень плохо слышу. Товарищ следователь, на часиках-то кровь убитой, хотя ее тщательно пытались вытереть, но в щелях осталось. Похоже, ими убили. Хорошо. Судя по лицу, ты все слышал, Пеньков. А если что-то ускользнуло, повторю. Кровь убитой на часах. не фигурально, а буквально, понимаешь? Я не убивал, это самое, товарищ начальник, я не мог убить, это самое, ну там, там выпить, так, пожалуйста, там морду начистить, легко. Пеньков, вчера, с утра и до обеда, где вы были? А, дома, это самое, я, у жены, хотел, от жены, ну, за чекушкой сходить, так, это самое, она не пускала, вот так, соседи, вот, все слышали, вот, я, только вот, к вечеру удалось с боем пробиться. Паш, встреться с женой Пенькова и соседей расспроси. В квартире пенсионерки Косинчук обнаружен труп молодой девушки, по словам племянника, хозяйки, убитая Оксана Басенко, вокалистка ресторана «Россия», соседка, живущая этажом выше. Но как она оказалась в квартире пенсионерки? Украденные из квартиры настольные часы марки «Молния» находят у пьяницы Петра Панькова. Выясняется, именно ударом этих часов по голове убили молодую девушку. Настольные часы «Молния» 2 килограмма веса, бронзовый каркас, натуральный камень, выглядят часы солидно. Сравнительная экспертиза подтвердила, что именно они стали орудием убийства. Ими ударили по голове вокалистку Оксану Басенко. Но обнаруженные на часах отпечатки лишь путали следы. За последние сутки они побывали не в одной паре рук. Вот, обратите внимание, вот это смертельный удар. Судя по всему, ударили сверху. Значит, убийца намного выше нее. Если она только не решила присесть во время удара. Но алкаш этот Пеньков точно не мог. Метр в кепке. Ну, я же вам говорил, соседи подтверждают, то, что во время убийства из его квартиры были слышны крики. Аж до вечера. Ладно, Пенькова вычеркиваем. Давай тогда проверь двор, где нашли часы. Может, еще что-то завалялось. Угу, сделаем. Вот оно, это самое местечко мое. Сижу я, значит, с туточки спокойно, не хогал никого. Ну, ладно, Пеньков, говори, где часы нашел. Да вот это самое, под ветками тут. Посмотри. Нет ничего. Посмотри глубже. Под ветками была небольшая яма. В ней милиционер нашел пакет. Пакет. Беспокоились. Деньги в пакет положили, чтобы не размокли. Чего же я, дурак, глубже не копнул? Пить надо меньше. Вань, останься в засаде до полуночи. Потом сменим. Возможно, преступники вернутся за этим. Это находка из заброшенного двора. В полиэтиленовом пакете нашлись деньги и драгоценности, похищенные из квартиры пенсионеров. Косинчук. Вернувшись из Ленинграда, женщина их опознала. Вот что смущало следователя. Тайник свежий, никаких ценностей ранее украденных бандой из других квартир в нем не было. У следователя Терещенко появились сомнения. А что если ограбление квартиры Косинчук и убийство ее соседки Оксаны Басенко никак не связаны с предыдущими квартирными кражами? Ведь пока что их связывала лишь найденная обертка от конфеты Барбариса. А я ведь Оксанку, то есть убитую, очень хорошо знала. Да, я знаю. Она с вашим племянником работала. И не только работала. Встречались они. Вот как? Встречались? Да. Разошлись, значит, да? Да. Но расстались нормально. Как интеллигентные люди. И продолжали работать вместе. Потом у Игорька появилась невеста. И у Оксанки тоже кто-то. Жених, значит. А вы этого нового жениха видели? Слышала о нем. Это как? За несколько дней до убийства пенсионерка встретила Оксану на лестничной клетке. Вокалистка была, что называется, при параде. Здравствуйте, Зина, Эда Петровна. Ну, как на свидание. А что, Игорек, он любовь нашел, что я не могу. Ну, и умничка, Оксанка. У тебя такой возраст. Надо уже. А как жениха отозвать? Когда-нибудь познакомлю. А познакомились где? У нас, в ресторане. Постоянный клиент. Угу. Богатый, значит. Сутки дежурства сыщиков в заброшенном дворе у тайника успехом не увенчались. За украденными ценностями никто так не пришел. Возможно, преступников спугнули. В то же время следователь решил работать и над версией, не связанной со случайным убийством. Для этого отрабатывали личные связи вокалистки. Во время осмотра ее квартиры никаких упоминаний о новом возлюбленном не нашли. Зато обнаружили автобусные билеты. Две недели назад девушка ездила в Днепродзержинский «Кривой Рог». Чтобы узнать, с кем закрутила роман-вокалистка, следственная оперативная группа отправилась по месту ее работы в главный ресторан города. Добрый день. Нам бы с директором поговорить или с кем-то из сотрудников ваших? В зале следователь увидел уже знакомого ему музыканта Игоря Склеревского, бывшего возлюбленного убитой. Находясь рядом с другими музыкантами, мужчина выделялся высоким ростом. А кто-то алиби Склеревского проверял? Нет, я еще. Но сегодня же проверим. Шевелитесь! Вы как сонные мухи! Здравствуйте! Секундочку. Надя, Надь, поставь селедку с того стола на этот стол. Да. Терещенко Дмитрий Сергеевич, следователь прокуратуры. Оперуполномоченный Павел Мельник. Виктор Петрович Дьяченко, директор ресторана. Чем обязан? Извините, куда? Поставь винегрет с того стола на этот стол. А Днестр отсюда туда! Извините, у нас, у меня мало времени, у нас сегодня банкет. Прошу прощения. Мы расследуем дело об убийстве вашей вокалистки Оксаны Басенко. Хотели с вами о ней поговорить? Директор признался, он почти не знал девушку. Ведь главной звездой их ресторана был Игорь Склеревский, а Оксана лишь дополняла его. На подпевке. Так у них говорят. Обычная девушка, ничего особенного. Но видел я их пару раз с Надей Сташенко. Дружили. Вот она. Поговорите с ней. Надя, подойди сюда. Да поставь ты салат. Наденька, вот товарищи хотят поговорить с тобой об Оксане. Только умоляю, недолго. скоро клиент пойдет. Я поняла. Дмитрий Сергеевич, я тогда пойду пока со Склеревским переговорю. Хорошо. Говорят, вы дружили с Оксаной? Да. Мы были подруги. Так жаль ее. Оксанка такая хорошая была. Следователь сообщил, он знает о том, что после Склеревского у Оксаны появился новый кавалер. Вы знаете, а я не знаю. После Склеревского у Оксанки очень долго никого не было. Она страшно сохла за ним. И, честно говоря, мечтала вернуть назад. Есть показания, что за несколько недель до ее смерти Оксана шла на свидание. Какой-то клиент из ресторана позвал? Вы не знаете, кто это? Клиент из ресторана пару недель назад. Вы знаете, был один очень странный мужчина. Весь вечер неизвестный не сводил глаз с вокалистки. Когда у музыкантов был небольшой перерыв, он подозвал официантку. Девочка, чайку мне принеси и скажи, чтобы покрепче сделали. Это все? Нет, руку дай. Да не бойся ты. Мужчина вынул из кармана записку и вложил в ладонь официантки. Бумага предназначалась для вокалистки. Передай пивички. Не нервничай, все под контролем. А как этот мужчина выглядел? Ой, как вспомню, так и вздрогну. Неприятный до жути. И такой немолодой. А что было в записке? Как Оксана на нее отреагировала? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Идите, пожалуйста, выписи. Это тебе. Это кого? Не радуйся. Вон, глянь. Мрачный тип. Вокалистка прочла записку. Сначала удивилась, потом долго о чем-то думала. На свидание зовет. Почти. На следующий день Оксанка отгул взяла. Зачем не сказала? Нет. И это очень странно, потому что это ж суббота была. А суббота у нас самый прибыльный день. Вся наша выручка в субботу. Постарайтесь описать мужчину. Внешность, что-то особенное. Может быть, шрам или родинка. Золотые зубы. Ну, лет сорок пять. Лейсой. Лицо круглое. Ну, и, пожалуй, все. Маловато. Жаль. О, вы знаете, у нас тот вечер свадьба была. У них был свой фотограф. Он все снимал. Так вот, этот странный мужик сидел буквально рядом возле их столика. Вот я и думаю, а может, он в кадр как-то попал? Спасибо, Надя. Вы нам очень помогли. Я могу быть свободна? Да, конечно. Спасибо. Поговорил с музыкантом? Ага. Скляревский сказал, что во время убийства все утро он находился в концертном зале Глинки. Там конкурс какой-то был, а он в нем участвовал. Ага. Надо будет проверить. Весь следующий день ушел на то, чтобы отыскать фотографа и проявить снимки. Человек, который передал записку Оксане Басенко, все-таки попал в кадр. Вот он. Официантка его узнала и порекомендовала правоохранителям обратиться как оказалось ввел учет автомобилей, которые паркуются на стоянке ресторана. Неизвестному клиенту принадлежали красные «Жигули» с днепропетровскими номерами. Теперь нашлось подтверждение догадки следователя. Отгул и поездка Оксаны Басенко как-то связаны с владельцем «Жигулей». Выручай, друг. Пробей номера. Следователь связался с ГАИ. Продиктовал номерной знак машины. ЗПО. Да, З, Зоя. Записал? Очень надо. Да будет тебе, Могарыч, будет. Спасибо, жду. О, Паш, заходи. Сейчас узнаем имя клиента. А ты где был? Утром отправился в филармонию выяснять, есть ли алиби у бывшего возлюбленного убитой. И что? Вот что имеем. 15 апреля действительно был областной конкурс молодых талантов. И кто может сказать, что во время убийства Скляревский был там? Есть. И свидетели бумага. За очередностью конкурсантов следила некая Алиса Поплавская. Девушка вела список. Алиса, вы вели список участников на областном конкурсе? Да, я. Скажите, а Игорь Скляревский выступал 15 апреля? Игорь Скляревский выступал. Мне важно точно знать, в котором часу он пришел и как долго здесь находился. неужели это так важно? Алиса, давайте не будем спорить. Просто откройте свои записи. Так. Скляревский. Вот, смотрите. Спасибо. Смерть Оксаны наступила с десяти до одиннадцати утра. Но в это время Скляревский находился на сцене. Сотрудница филармонии подтвердила. И что, он целый час выступал? Ну, как мне сказали, две песни, а потом собеседование. Это был отбор на всесоюзный конкурс. Ладно. Музыканта вычеркиваем. Я дал запрос по номерам машины нашего клиента из ресторана. Жду. Терещенко. Записываю. Как? Григорий Трофимов? Где? Спасибо. Собирайся. Поедем в командировку. Куда? В колонию. В Днепродзержинск. Как оказалось, красные жигули принадлежали одному из сотрудников Днепродзержинской женской колонии. Трофимова ко мне. Срочно. Вызывали? Заходи. Мужчину звали Григорий Трофимов. Когда он появился в кабинете начальника колонии, сомнений не оставалось. В ресторане был он. Ну что, Трофимов, люди из самого Запорожья приехали. Хотят знать, что ты там делал 30 марта этого года. Григорий Фомич, я следователь Запорожской прокуратуры Дмитрий Сергеевич Терещенко. Это мой коллега, оперу полномоченный Павел Мельник. Нам надо знать, в каких отношениях вы были с вокалисткой Оксаной Басенко. С кем? Я такой не знаю. У нас есть свидетели. Они утверждают, что записку Оксане передали вы. Что было в записке? Ничего я не передавал. В кармаке был, певичку какую-то видел. Никаких записок не передавал. Эту девушку Оксану Басенко убили. И мы знаем, что накануне она была здесь. Дурная картина вырисовывается. Трофимов. Трофимов, не дури. У нас и без тебя тут дерьма хватает. Записку передать певица попросила осужденная. Я текст прочел, не увидел там ничего криминального. Поэтому и согласился. Что там было написано? Ну, типа, хочешь знать правду про какого-то там Игоря, найди меня. Дальше наш адрес. Я так понял, какие-то бабские разборки. Записку передал, больше ничего не знаю. Имя. Чего? Имя осужденной. Это Анна Серова. Именно она попросила надзирателя передать записку для вокалистки. Вот что узнали из материала в ее дело. Три года назад осужденная Серова стала виновницей ДТП со смертельным исходом. Поздно вечером она на машине сбила молодую пару. И что интересно, в салоне автомобиля во время аварии был еще один человек. Музыкант Игорь Скляревский. Тот самый, бывший, возлюбленный, убитый. В журнале посещений женской колонии имелась запись. За две недели до убийства вокалистка Басенко навещала осужденную Серова. Зачем Оксана Басенко приезжала к вам сюда? Разве это запрещено? Подруга приехала проведать. Встретились. Поболтали. Четыре дня назад ее убили. Я знаю, кто убил. Это как-то связано с Игорем Скляревским? Как-то. Напрямую. Дело в том, что я сижу вместо Скляревского. Игорь. Игорь сбил людей. Серова рассказала, что три года назад они со Скляревским возвращались с банкета. праздновали победу Игоря в городском конкурсе песни. Игорь был на веселе, но тем не менее сел за руль. Внимание у Игоря было рассеяно. Он не успел отреагировать, когда пешеходы появились на дороге. А почему тогда здесь находитесь вы, а не Игорь Скляревский? Я любила его. Восхищалась. Игорь очень талантливый. Он, как бы это сказать, предложил взять вину на себя. Анечка, Анютка, мы не можем рисковать. Что будет с моей карьерой? Ну, я и согласилась. Прокурор оказался лютый. Две смерти. Дали пять лет. В квартире пенсионерки Косинчук обнаружен труп молодой девушки. По словам племянника хозяйки, убитая Оксана Басенко, соседка, живущая этажом выше. У Оксаны и племянника Игоря Скляревского был роман, но недавно они расстались. За две недели до своей смерти Оксана навещала в женской колонии Анну Серову, осужденную на пять лет за ДТП, в результате которого погибли люди. Осужденная признается, за рулем автомобиля находился Скляревский, но она так была влюблена в него, что взяла вину на себя. С этим все понятно. А что вы написали в записке Оксане? Зачем она вас навещала здесь? Игорь обещал ждать меня. А я тут газету листала, на статью напоролась. Писали о дуэте из Запорожья. На фото Игорь Скляревский и Оксана Басенко. Ну, мол, они не просто коллеги, а любовь у них. Вот я и решила девочку эту предупредить. Серова попала в болевую точку. Как оказалось, к тому моменту Скляревский уже бросил возлюбленную. Поверь, если он один раз уже предал, то скоро бросит и тебя. Уже. А знаешь, что я обещала? Что будем, как Альбана и Рамина Пауэр. Чего смеешься? Мне такое же обещала. Да. А сейчас он с дочкой какого-то шишки из управления культуры. Я видела ее. Красивая. Слышала, собирается пожениться. Зачем Оксана ездила в Криворок? Хотела найти судью, который сюда меня упек. Но он уже не работает или что-то такое. Разговор с осужденной менял представление об отношениях Басенко и Скляревского. Музыкант мог узнать, что девушка раскапывает тайны из его прошлого. Пересмотр дела трехлетней давности явно не входил в планы будущего участника всесоюзного конкурса вокалистов. Однако факты говорили о том, что физически Скляревский не мог находиться в квартире своей тети и убить партнершу. Вернувшись поздно вечером из Днепродзержинска, Терещенко и Мельник пытались разгадать эту запутанную головоломку. Единственный, кто заинтересован в смерти Оксаны Басенко. Дмитрий Сергеевич. Сотрудница филармонии подтвердила. Алиби у человека. Паш, ну ты же сам видишь, что этот Скляревский мутный. Давай вспоминай фамилию этой девушки из филармонии. Фамилия, как у Красной Шапочки. Поплавская. Алиса Поплавская. Хорошая деваха. Глаза, губы, фигура. Паша. Что? Поплавская это не фамилия Красной Шапочки. Да ладно. Яна Поплавская, актриса. Поплавский. Поплавский. Поплавский это фамилия начальника отдела культуры области. Ну да. Устроил дочь филармонию. Вас это смущает? А сейчас он с дочкой какого-то шишки из управления культуры. Я видела ее. Красивая. Слышала, собираются пожениться. Подождите. Это что ж получается? Я с невестой Скляревского общался? Угу. Жалко. Думал, свободная деваха. Не о том думаешь, Паша. В общем, надо алиби этого музыканта перепроверить. Сделаем. Добрый день. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Дмитрий Сергеевич Терещенко. Это мой коллега оперуполномоченный Павел Мельник. Следователь разыскал председателя отборочной комиссии Геннадия Викторовича Колесника и выяснил, что очередность выхода конкурсантов тот день нарушилась. А один опоздал. И дальше все пошло вверх тормашками. Алиса лично каждого конкурсанта выводила на сцену и представляла ее. Вы не могли бы вспомнить фамилию человека, который опоздал? Отчего же? Игорь Скляревский. Он потом еще выступал одним из последних. Но это же как-то нечестно. Человек опоздал. Он талантлив. И вообще, когда дочь начальника отдела культуры просит, трудно отказать. В этот момент и Терещенко, и Мельник поняли, что алиби гения Скляревского рассыпалось. Дефицитная вещь. Как достали? Не знаю. Это Игореша принес. Он в восторге от этого дуэта. Тоже мечтает выступить на Сан-Рэма. И знаете, у него получится. Он мальчик пробивной. Своего добьется. Да, мы знаем. Зинаида Петровна, скажите, пожалуйста, вы свою поездку в Ленинград заранее планировали? Ну, собиралась давно, но все откладывала. А тут приходит Игореша и говорит, тетушка, я купил вам билеты. Ой, он такой заботливый, ласковый. И нежный. Зверь. А? Ничего, ничего. Не знаю, как я без него жила раньше. А что, собственно, вы хотите выяснить у него? Я в курсе всех его дел. А вот и он. Игореш, тут к тебе товарищи следователи. Игорь, у нас к вам пару вопросов. Да, насчет чего? Насчет вашего выступления в филармонии. Кстати, я знаю, что вас отобрали. Поздравляю. Спасибо. Ну, вот как-то нехорошо. Вы опоздали на два часа. Вас ждали. За вас просили. В чем дело? Отпустите его. Я буду жаловаться. Спокойно. Гражданин Скляревский, вы задержаны по подозрению в убийстве Оксаны Басенко. До свидания. Алиби ваше рассыпается. В момент убийства вы куда-то исчезли. Куда, Скляревский? Может, хвосты подчищать? Следователь рассказал все, что знал. Три года назад за рулем автомобиля был Скляревский, а не его невеста. Две смерти на вас. Решили третью взять? рассказывайте, как убили Оксанову. она сама виновата. Понимаете, не было у меня другого выхода. Хороший был вечер? Да, ты была на высоте. Две недели назад Оксана начала шантажировать Скляревского. Слышала, ты скоро женишься? Да, языки не врут. Ты бы не спешил пригласить еще года два. Оксана, мы же с тобой все решили. Нехорошо это. Аня, которая Серова только через два года выйдет, дождался бы. Аня? Откуда ты? Оттуда. Вокалистка дала понять, дело трехлетней давности могут пересмотреть. Она лично займется тем, чтобы судья по-новому взглянул на обстоятельства ДТП. Я не мог это так оставить. Ну, одно дело Аня, она в колонии, но Оксана тут могла тестю настучать. А откуда идея, как устранить Оксану и при этом остаться чистеньким? Ну, я знал, что у нас шайка воровская есть, что квартиры обчищают. Ну, вот я решил все так обставить, как будто Оксана случайно в квартиру вошла и... А откуда вы узнали о банде грабителей квартир? Ну, я имею ввиду почерк. И откуда знаете, что фантики с барбаристками находили? Вы, наверное, забыли, где я работаю. Ну, пару недель назад у нас один большой милицейский начальник отдыхал, пригласил меня к своему столу, мы там выпили. Ну, он мне про банду эту и рассказал, и про фантики от барбарисок тоже. Так у Скляревского родился план. Для начала он спровадил тетку к сестре, а затем пригласил Оксану к назначенному времени. Предложил обсудить условия, на которых она перестанет рыть под него. Игорь, ты дома? Игорь! все награбленное он планировал продать, как только уляжется шумиха. Поэтому припрятал ценности в заброшенном дворе. Алисия, невесте моей, я сказал, что в очереди за кольцами стоял. Поэтому она в списке подвинула меня. Из жюри договорилась. Значит, она ничего не знала? Нет. Да. Как по нотам, Скляревский. Ну, почти. свальшивили ли вы пару раз? Да. Следователь добился пересмотра дела трехлетней давности, но вину Скляревского в смертельном ДТП так и не доказали. А вот за умышленное убийство Оксаны Басенко музыканта приговорили к 15 годам лишения свободы. Анна Серова вышла из колонии два года спустя и до пенсии работала аккомпаниатором в детском саду. Нет.